Военно-полевые сборы – это настоящая проверка на прочность. В этом году они будут юбилейными. 25 лет – это солидный срок, за который казаки стали настоящими защитниками Отечества. По традиции сборы начинаются с проверки огневой подготовки. Стрельбы проходят в станице Раевская на Стрелковом полигоне. Причем свою меткость могут проверить не только действующие казаки, но и школьники из казачьих классов, которые также принимают участие в мероприятиях. На методическом мероприятии, которое прошло сегодня в Крымске, командиры казачьих подразделений узнали о подробном плане проведения учений, сообщили о количестве участников и скоординировали время проведения стрельб. Причем огневой подготовке было уделено особое внимание. На этих учениях применяется исключительно боевое оружие. Будут опять, как и в прошлом году, будут два пулемета, будет две СВД, будут пистолеты и автоматы. Нового ничего в этом году не добавят. Что касается вот этого вида оружия, вам необходимо, значит, будет опять определить, как мы в прошлом году определили, два человека, кто у вас будет стрелять с пулемета, два человека, кто будет стрелять с СОН. Сразу. Второй и третий день учений пройдут в лесном массиве в районе Абинска. Там будет разбит большой лагерь. В полевых условиях казаки будут отрабатывать навыки по разведывательному делу, рукопашному бою и приемы обороны и нападения с холодным оружием. По результатам прошлого года лучшими на сборах оказались именно казаки Анапского районного казачьего общества. По прошлому году первое место заняло Анапское РКО. Да, действительно, это боевое и управляемое подразделение под руководством войскового старшины Плотникова Валерия Александровича. Ну, хотелось, чтобы и остальные достигли такого же уровня. Хорошо, что у нас есть, конечно, отличники, но желаю и всем остальным подразделениям добиться таких результатов. Это и по количеству участвующих в сборах, и по материальному снабжению, и по уровню проведения занятий, то есть по всем показателям. Анапское подразделение казаков к сбору готово на 100%. В течение всего года они тщательно готовились к учениям. По предварительным планам в мероприятиях примут участие 500 человек, 200 детей и 300 казаков районного казачьего общества. Мы изучали, проводили занятия по изучению тактики. Это отделение в обороне, взвод в обороне, взвод на марше. Проводили изучение обязанностей командира отделения, взвода, роты. В настоящее время готовимся к проведению занятий по организации взаимодействия при проведении военно-полевых сборов и изучении инструкции лиц суточного наряда. Командный состав полка в целом к проведению занятий военно-полевых сборов готов. Руслан Душевский, Анапа, Регион.